Как заседание? Расскажите, Андрей. Ну. А исчерпывающий ответ? Что? Почему исчерпывающий ответ? Какой ответ? Исчерпывающий. Незнакомое слово? Ну да. Вы вину свой признаете, Андрей? Какую? Вас обвиняют в побоях. Да? Не, я по другому делу пришел. По какому? Как штраф. Я пришел в неположенном месте, дорогу. А почему 10 миллионов не хотите выплачивать? Для вас это разве большие деньги? Подожди, я до друга всего лишь пришел. Вас, вероятно, в Алгик не приняли, да? А какую сумку вы вложили девушке? Как мы? Девушке? Просто пострадавшие, Алене. А, они, наверное, перепутали. Суд, пошли. Слушайте, а... Андрей, скажите что-нибудь по делу. Ну, все уже понятно, почему вы здесь. Есть. Как-то соревнования. Да, давайте в сторис вместе. Да. Вы нас отметите? Ищу микрофон, мне в уроды суньте, чтобы я... Что? Тут ваши подписчики у нас в стриме спрашивают, Филя или Лера. Я не знаю, что это, но ответьте. Я обещал. Ну, Филиция однозначно бомжиха. Я бы скорее выбрал ее. Так все же, почему не хотите выплачивать 10 миллионов? Для вас это что, такие большие деньги? Не, вообще, на самом деле... Вы же зарабатываете в день по 4-5 миллионов. Неужели... Нет, я в день зарабатываю по 20 миллионов. Кто бы сказал 4? Зачем вы меня пускаете? Тем более... 4 миллиона в день. Тем более, если для вас это копейки. Почему вы тогда не заплатите эти деньги? Это просто слишком маленькие деньги. Ну, если бы она попросила хотя бы миллионов 30-40, я бы заплатил. 10. Это для меня унизительно. Для вас это унизительно? А то, что вы делали, для вас не унизительно? Что я делал? Да, то, что вы на женщин руки поднимаете. Для вас не унизительно? А где вы женщины унизите? А она для вас кто? Она не женщина? Вы про кого? Вы сами знаете, про Ефремова говорили. А, про Ефремова. Я бы был другого. У вас много таких женщин, которых вы избиваете, да, видимо? Сами запутались? Нет, такого ни разу в жизни не было. Ну, вот. Да. Опять-таки ваши подписчики спрашивают, а как отреагировали ваши родители на то, что вы избили девушку? Я никого не избивал. А что это было? Нет, это не избиение. А что это было? Это был брат? Нет, не правда. Ради хайпа? Не, ну, вы это видите как избиение? А что такое? Ну, расскажите просто, что это было? Что это такое? А что такое избить человека? Ударить его шесть раз и цел на стол. Например, нанести хотя бы какие-то вещи, которые впоследствии, ну, как-то сказать бы на его жизни, да? Ну, хотя бы. У нее было сотрясение мозга. Или как? Нет, сотрясение мозга это все лишь слова. Только слова. Я могу сказать, что у меня сотряс тоже. Я возьму так, дерну головой, если у меня сотряс. Как ты это докажешь? Ну, вы же видели, есть факт снятия побоев, и она обращалась затем в ее учреждение. И? Что там показали? Ну, две экспертизы. Две экспертизы показали, что у нее нет абсолютно никаких последствий. Ну, я не назвал бы это точное избиение, на самом деле. А, кстати, если что, хотел бы уже, наверное, в момент. Алена, извини меня от души. Больше так не буду. А лично вы не извинялись? А ее нет, девочка нет. Нет, девочка нет. А куда же она исчезла? У нас не было, она исчезла. Она заблокировала в соцсетях, мы не можем с ней связаться, не отвечать в адвокату, поэтому связаться с ней не имеется. Ну, а вы вообще как считаете это адекватно? У вас очень много денег посесть в машину. Ну, просто у вас не согласны. Ну, как-то несерьезно относятся к случившемуся, как минимум, нет? Ну, почему? Там процедура, которая длится на протяжении данного года. Десять лет. Какую сумму предложили? Сказали, что предложили с правопород. Кто сказал? Адвокат мне сказал. А я не был в соцсетях. По-моему, вас сбросили. Не, в сфере. Не, в сфере. Так и задумано было. Скажите, ваши братцы для себя так не делают? Ну, приколист, да, в творческой личности. Ну, вы же понимаете, что дело совсем не прикольное, которое уже довели до суда. Ну, это дело довело до суда только из-за того, что это получило резонанс. Не было резонанса, это закрылось месяц. Ну, в том числе, из-за его поведения также. Вы считаете, у него ничего ужасного? Что вы думаете вообще? Нет, смотрите, он же сейчас извинился. Он признает какой-то факт неправильного поступка. В любом случае, насилие это плохо. Всегда лучше всего решать на словах, на диалоге. Так получилось. Это экстренная ситуация. В жизни не случается. Так получилось, что дело дошло до рук. Благо, что девушки не следствий, потому что для экспертизы там были серьезные проверки. Группы докторов проверяли ее конкретно по и ЧМТ закрытой, и по стрясению. Веских доказательств никаких, по медицинским показаниям не было на эти диагнозы. Поэтому, ну, благо, все раскрутилось. Я думаю, что из-за популяризации этого события, вот девушка с этого больше получила негатива, чем непосредственно от самого дара. Но она решила это вывести на публику. Не хотела, допустим, я непосредственно в тот вечер с ней общался, и хотела решить все, так сказать, более так, ну, лично. Но он пытался перед ней извиниться сразу после случившегося? Ну, он сам не понял, что сделал, вот, и был в каком-то замешательстве. Поэтому, ну, парень молодой, да, конечно, сунбурный, где-то в поступке осуждаемый, нормально. Вот, но, так сказать, он за эти полгода, которые длилось это знание, собственно, это следствие, он пережил такую довольно серьезную терапию. Потому что, как-никак, статья-то уголовная, и по ней реально грозило решение свободы. И, ну, человек, допустим, сидит и знает, что в скором времени что-то будет плохое ступень, да, вот, даже знание, оно, как существует, ведет себя в ситуационный процесс. Но я со стороны замечаю, так как я хожусь с ними еще летом. Вот, поэтому надеюсь, конечно, ну, в будущем, я думаю, 100% таких случаев не будет. Это очень дорого, потому что после того случая, как известно, многие соцсети поотлетали просто. Были забанены ютуб-каналы, это того абсолютно не стоило, это ошибка, которую он жалеет до сих пор и будет жалеть еще многие годы, поэтому я думаю, что свое он получил еще, хотелось бы как-то соленый вопрос решить, чтобы она все-таки, то, что она получила, вот, негативного, да, чтобы это окупилось, там, какой-то для нее, там, загладить вину, и чтобы разошлись мирно. Просто что, сейчас начинается какая-то игра с цифрами, цифры, там, 10 миллионов, класс, Андрей там шутит, понятно, там, 30-40, все, шутка. А сколько он готов заплатить? Ну, у нас, я скажу так, даже миллиона нет, но придется просто его зарабатывать, чтобы, допустим, дожидать, вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!